День тортов В 2011 году И что самое главное Что среди стран, которые первыми Праздновали этот день Это была Россия, Украина, Белоруссия, Азербайджан, Грузия Армения, Израиль, Соединенные Штаты Америки Была и Республика Молдова Поэтому мы непосредственно тоже можем отпраздновать Имеем к этому отношение И у нас в гостях почетный гость Повар-кондитер Мария Шевельских Которая является просто волшебницей в мире тортов Доброе утро, добро пожаловать Мы поздравляем с вашим профессиональным праздником Спасибо большое Ну и конечно мы так понимаем, что сейчас будем творить Да, мы сегодня будем украшать тортик Я вот заранее приготовила для вас шоколадный торт Каждый год, кстати Международный день 20 июля празднуется В разных тематиках То есть допустим В 2012 году, по-моему, это была тематика космос То есть каждый год тематика меняется В этом году тематика сад любви В декоре должны преобладать фрукты И ягоды, и цветы Поэтому я решила сделать такое фруктовое оформление И надеюсь, вы мне поможете в этом Как интересно! Это состоит из фруктов Да, у нас ежевика Ежевика, малина А также, конечно же, сам торт Да, сам торт Здесь у нас шоколадный ганаш На молочном шоколаде Мы сделаем все-таки красивые подтеки Вы пока украсите То есть мы можем приступать Давайте мы немножко расскажем Вот в этом интересном Ну, грубо говоря, это краска такая специальная Да, это краситель пищевой Называется он кандурин Он такой красивый, яркий, очень блестящий И можно очень красиво окрашивать разные ягодки Вы сейчас будете окрашивать Вот ежевую Получается, мы этот краситель Разбавили немного, добавили спирта Да, чуть-чуть спирта Чтобы он растворился Да, чтобы он растворился И хорошо он будет легче наноситься Его можно, конечно, и сухим наносить Но красивее получается, когда он у нас разведен Да, и вот в произвольной форме Как вам нравится, вы наносите просто местами Мы сейчас поэкспериментируем Да, можете проявить здесь творчество, фантазию Так, клубнику тоже окрашивать Да, можно клубничку тоже окрасить Клубничку можно порезать, допустим, на две части Сейчас я уже одну перчаточку И на две части можно порезать Ту сторону, которая у нас менее влажная Мы ее можем окрасить немножко тоже кундерином У вас будет кисточка такая поплотнее Это из тех пищевых красителей, которые не вредны, да? Конечно, да Это специально придумано для декора Так, разрезаем на половину На две части И можно, допустим, вот эту сторону красиво тоже окрасить Которая сухая, да? Которая, да Просто мы... В внешнюю сторону Да, вообще можете проявить фантазию Можете и в другую сторону Интересно, да? Краски и фантазии тут у меня сложно Но, тем не менее, давайте попробуем Очень красивая снизеленая часть, да? Где хвостик окрасит тоже очень красиво получается В общем, то, что мы впервые экспериментируем Это однозначно для вас торты стали профессией Да Вот уже да Понятно, что не можем мы в этот день обойтись без вопроса Вообще, как все началось Как так получилось? Той человек с экономическим образованием, да? Как удалось выяснить за кадром Вдруг переквалифицировался в абсолютно другую творческую профессию Да, на самом деле история интересная У меня у друга было удержание Я умела печь один торт Я уже, наверное, все... Один коронный торт, да? Да, один коронный торт Это был один шоколадный торт, который я умела делать Я ему испекла, понравился Был человек, который активно стал меня уговаривать, допустим, печь на заказ Что на тот момент, ну, я не знаю, это не было даже моим хобби Знаете, как вот, допустим, в профессию кондитера Многие приходят из других профессий То есть очень маленький процент людей, которые изначально хотели быть поваром-кондитером То есть это люди из других профессий А с чем это связано? Это желание отличиться от работы, которая может уже надоела У многих это хобби, которая переходит в профессию У меня это изначально было То есть я изначально, когда решила, что все-таки, да, я хочу попробовать То есть я изначально хотела сделать это своей работой Потому что экономика – это моя профессия Но мне совершенно это не нравилось То есть не мое это было Вот, как она, совпадает Да, я всегда была таким творческим человеком Мне нравилось что-то делать Такое, своими руками Может быть, что-то... То, что бы доставляло радость людям Потому что, в принципе, торты – это же последний штрих Это, да, завершающая... И неотъемлемая... И неотъемлемая... Вы знаете, сколько сейчас за партами экономических факультетов Слит будущих кондитеров, талантливых Будущих актеров, актрис и певцов Что самое интересное, люди так часто ошибаются Выбирают не ту профессию Ну почему же? Может быть, этот опыт тоже в свое время пригодится? Конечно, на самом деле экономический опыт совсем не лишний в моем деле сейчас Потому что, если говорить о развитии в будущем То это даже очень мне понадобится Ну, конечно, мы не можем задать вопрос про сам торт Я понимаю, что это может быть где-то секрет Но чаще всего вот сам торт, с чего он состоит? Есть ли какие-то перечи, какие-то ингредиенты, которые, ну, в каждом торте Марии можно найти? Да, да, это однозначно сливочно-сырный крем Который я очень люблю, крем-чиз, на основе сливочного сыра и сливок Это хороший шоколад Это всегда свежие продукты Никакого маргарина, только сливочное масло хорошее То есть, это залог вкусного и качественного продукта на выходе А вы сами любите сладости? То есть, торты, это то, что вы едите? Я очень люблю, я жуткая сладкоежка Поэтому я могу вообще сама вот такой тортик одна съесть Мы вам не верим, Мария, не верим! Не верите в то, что, видимо, я выгляжу, да, не сладкоежкой Но на самом деле просто хорошо развит метаболизм Наверное, генетика где-то сработала, поэтому я могу есть спокойно, напрягаясь, не переживая, что где-то у меня что-то отложится Это плюс в моей профессии Вы работаете у себя же и дегустатором, да? Да, да, ну у меня есть, конечно, тоже много дегустаторов Штат, есть сотрудники, да? Да, есть, всегда, всегда есть желающие продегустировать Я сделала такие шоколадные потеки красивые, на мой взгляд Да, да То есть вот это такая вот одна фишечка, скажем так, будет, да? Вот эти шоколадные потеки И дальше уже следующим этапом будет украшение, правильно? Да, да Давайте тогда, чтобы мы не прерывались Мы тогда сейчас вместе с телезрителями посмотрим сюжет, правильно? Да, правильно, с селом Маловато, где, кстати, Саша Виера вернулся недавно оттуда И побывал на открытии, вновь открывшемся после реставрации, домик культуры Да, а потом вернемся и будем украшать торт Ну а мы, друзья, продолжаем готовить украшения для нашего торта У нас сегодня в гостях Мария Шевельских, повар-кондитер Которая рассказала нам уже о некоторых своих пристрастиях в плане приготовления торта Помимо этого мы будем сейчас украшать вот такими красивыми ягодами Мы уже вошли во вкус, да? Мы сегодня готовим такой райский сад для влюбленных, который у нас расположится на нашем торте Итак, мы взяли кусочки клубники Мы таким образом дольки поделили на две части клубнику И украшаем их пищевой краской Да, пищевая краска Ну, все, собственно, да, то есть у нас готовы все детали практически И теперь, ну, теперь, конечно, за рулем Мария все-таки Процесс вступает мастер Я вот взяла тут несколько печенек тоже, чтобы были более крупные элементы такие на тортике Чтобы не только были... Ну, разбавить немножко ягодки И можно вот так вот их установить красиво Мы их тоже сейчас прокрасим немножко А вы вообще, ну, вот можете сказать, да, что существуют некие там модные тенденции в плане десертов, да? То есть в этом году делают так торты, в следующем делают как-то... Как мы говорили в 2012-м, там все в космические темы уходило, да? Да, да, это именно вот была тематика праздника 20 июля, была тематика косма А это, наверное, праздник косма А если говорить про сами тенденции... Про тенденции, если говорить, то в чем в моде стали торты с открытыми коржами, naked cake В моде сейчас живые цветы, ягоды, то есть шоколадный декор различный тоже сейчас входит в моду Вообще у людей начинает появляться такой необычный вкус к тортам, да? То есть раньше, ну, живые цветы не особо, да, пользовались спросом в декоре торта Использовали там вафельный, масляный, да, сейчас как бы тенденции немножко изменились И живые цветочки красивые, я считаю, смотрятся на торте, очень нежные, особенно если, там, говорить о декоре свадебных тортов Вообще очень красиво Создали красивый торт, вкусный торт, вот мне немножко интересно, потому что я, к сожалению, иногда как-то вот попадал на такие очень шикарные, очень богато сделанные торты Но вот начинки, так скажем, основной, вот все-таки основная значимость, основной посыл торта Это все-таки, ну, какое-то получить удовольствие все-таки от вкуса, в первую очередь, а потом, наверное, от красоты, либо нет Вот для вас все-таки торт должен быть, в первую очередь, красивым, и ваши, допустим, клиенты Если выбираете, конечно, я хочу сказать, что на самом деле оно должно быть просто в совокупности Конечно, круто, когда выносят красивый, яркий, нереально необычный торт, но ты пробуешь, и он никакой внутри Все-таки оно должно быть в совокупности все, да, и вкус должен быть хорошим, и качество продуктов должно быть высоким И в декоре тоже должно быть все на своем месте Тогда, как бы, я считаю, что будет вкусно и красиво вместе Какие-то необычные заказы, я не знаю, можете на торте, допустим, фотографию меня любимого изобразить Да, бывали, но я это не делаю, поэтому я от таких заказов сразу же отказываюсь Не просто потому, что я считаю, что это некрасиво или красиво, то есть просто я не делаю такое Я считаю, что красивее более естественно, что-то ягодки, цветы, шоколад А бывали такие звонки где-то в 11, полдвенадцатого ночи? Всегда клиенты Может быть, мы как-то можем помочь, чтобы ускориться и показать, как хочется зрителям результат? Мне просто интересно, вот, бывали, раздавались такие? Вы можете отправиться малинки Да, давайте Раздаются, да Да, которые, ой, Мария, кажется, у меня день рождения, завтра или там свадьба, я звоню про нее Да, 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 очень часто такое бывает, но свадьба нет, но... Рекордный срок, за который вам удавалось приготовить торт, вот что я хочу спросить Ну, на самом деле, можно и за три часа приготовить торт, но вкус будет очень сильно отличаться Почему? Потому что коржи, когда выпекаются, они должны хотя бы несколько часов, часов пять постоять в пленочке, в холодильнике, дабы влага, которая при выпечке, да, в центре она у нас сформировалась Она распределилась обратно по коржу, тогда вкус будет совершенно иной Поэтому я считаю, что лучше не брать заказы срочные, а сделать качественный продукт, пусть и за более, да, там, длительный срок А вот что касается начинки, вы часто экспериментируете, ну, вот какие-то виды новые или все-таки... Да, 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 экспериментирую, объясню почему Потому что можно собезьяничать и легко сделать любой, да, рецепт, который, там, с качества интернета Ну, хотя обычно 90% нерабочих рецептов интернета у нас Да, все-таки те рецепты, это все-таки упущены Да, все-таки какие-то моменты где-то недоговаривают, поэтому я стараюсь брать какой-то рецепт за основу и перерабатывать его Оттуда начинка, оттуда бисквит, оттуда какой-то декор, оттуда шоколад, оттуда еще что-то Поэтому я могу сказать, что, может быть, это не совсем авторские, да, у меня торти Но, в принципе, очень много моих десертов, это те, которые я где-то придумала сама Так, у нас осталось чуть меньше двух минут, чтобы мы успели все это уложить Я, честно, хочу помочь, но я не знаю, что мне делать Укладывайте их малинки Это должно выполняться эта процедура с женскими руками Нет, почему? Можно, очень много кондитеров, мужчин, поэтому вы можете свободно где-то ставить ягодки Я думаю, мало мужчин, телеведущих кондитеров, поэтому... Ну, столько эффектного Я лучше, вот, просто, если что, буду подавать вам Вот, так красиво, давайте, что? Клубничку Клубничку, да, красиво мы сейчас выложим Кстати, вот в Италии итальянцы тоже решили на рекорд пойти Еще, по-моему, года или два назад испекли самый большой в мире торт Площадь 244 квадратных метра Который весил чуть больше тонны Потом его разделили, угостили всех людей, которые посетили Там была какая-то выставка, ярмарка Вот, короче, все, кто там попал Попал в этот день, кто сумел побывать на этом событии Попробовали этот громадный, огромнейший торт Там была целая карта Италии Это выглядит просто фантастически То есть еще что-то вы придумаете, да? Что-то с оставшимися фруктами Немножко, чтобы так много Но мы ни слова не сказали о внутреннем наполнении этого торта Это шоколадный бисквит Внутри мусс на молочном шоколаде Ореховая пралина и вишня Я аж прям после этого невозможно говорить Да, и все равно путано в сливочно-сырный шоколадный крем Поэтому я думаю, что он понравится Мария, мы безумно благодарны, что вы отметили этот праздник ваш профессиональный с нами Вместе с нами Да еще и пришли к нам с угощением Спасибо за приглашение тоже, я очень рада И удивили нас, что, оказывается, вот так можно ягоды превратить вот у нас в украшения Спасибо, гостяк, повар-кондитер Мария Шевердских Мы еще раз вам говорим большое спасибо Вам сладкого настроения и дня в дальнейшем Ну, а мы продолжаем вашу программу У нас далее сюжет Анина Смирна, которая все разузнала о семейных гербах Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!